Продолжение следует... Мы видим отчетливо выраженную мораль. Всему повествованию присущ назидательный оттенок. Таким образом, мы видим, что автор использует жанр притчи. Но это не просто притча, а сказка-притча. Это наиболее распространенное скрещение жанров. Отличительной чертой сказки-притчи можно назвать то, что она имеет фантастический и реальный сюжет. Но при этом повествование носит поучительный характер. Продолжение следует... Это все очень интересные типажи. Один из них — король, который любит, чтобы все делалось по его приказу. Другой — чистолюбец, для которого главное, чтобы им восхищались и почитали. Следующий — пьяница. Он пьет, потому что чувствует вину за то, что пьет. Такой вот замкнутый круг, в который человек попал по собственному желанию. Повстречался принц и со скучным деловым человеком, который только и делает, что считает звезды. Но подсчет он ведет не просто так, а потому что уверен, что это его звезды. Маленький принц познакомился и с фонарщиком, зажигавшим и тушившим фонарь на своей планете каждую минуту. Побывал он и у географа, который за всю свою жизнь не видел ничего, кроме своей планеты. Последним местом прибытия путешественника стала планета Земля, где он нашел настоящего друга. Маленький принц — образ несколько автобиографический. В нем писатель оставил частичку самого себя, взрослого летчика, сохранившего в себе маленького мечтателя из детства. Экзюпери наделил своего героя на первый взгляд несовместимыми качествами, спонтанностью и надежностью. Он добр и очень любит свою розу, которая осталась на его планете. В то же время он все еще растет и многих вещей не знает. Например, дружбе он научился лишь на планете Земля, а свою любовь к розе осознал лишь после разлуки с ней. Роза — это один из главных персонажей сказки. Роза была особенным цветком. Маленький принц узнал бы ее среди тысячи других роз. Все остальные цветы были для него пустыми. Прототипом розы была жена автора Консуэлло, латиноамериканка со взрывным характером. Летчик играет роль рассказчика в произведении. Несмотря на то, что он взрослый, в одночасье находит общий язык с маленьким принцем. Все потому, что летчик остался в душе ребенком. В детстве рассказчик очень любил рисовать, но взрослые не понимали его, и он разуверился в своем таланте и стал не художником, а летчиком. Лис — еще один очень важный персонаж сказки. Он стал настоящим другом маленькому принцу. Именно Лис научил его ответственности за того, кого тот приручил. Из его уст часто звучат мудрые советы. Он стал для мальчика наставником, которого ему так не хватало. В сказке автор поднимает несколько проблем. Основная идея произведения в том, что люди должны научиться доверять друг другу и нести ответственность за все то, что любят. «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Это значит смотреть в одном направлении», — пишет автор. «Ну и, конечно же, человек должен любить и беречь свой дом и не позволять Баобабам раздирать его на части». Во времена Экзюперии под Баобабами подразумевался нацизм, который угрожал всему миру. В наше время под Баобабами мы можем разглядеть другие угрозы нашему дому.